Порядка двух тысяч человек станут участниками 15-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который буквально через пару часов стартует в самом северном городе республики Петропавловске. Сегодня там пройдет встреча деловых кругов соседних стран, а основное заседание с участием глав государств запланировано на завтра. К приему гостей областной центр готовили несколько лет. На месте частного сектора появился новый жилой микрорайон с современной инфраструктурой, уютным дворцом школьников и универсальным теннисным центром. Специально для делегатов съезда в городе построили новые гостиницы. Но если кто-то не успел забронировать жилье, то заехать в мотель или снять квартиру накануне форума шансов уже практически не было. Отмечу, пока будет идти форум, все экстренные службы будут работать в усиленном режиме. К полицейским пришло подкрепление из других регионов страны. Накануне в теннисном центре завершились последние приготовления к проведению масштабной туристской выставки. Чтобы на нее попасть, представители Ямала-Ненецкого автономного округа преодолели почти 2000 километров. С собой привезли настоящий чум, покрытый оленьей шкурой. Все ручная работа и настоящие северные угощения. Для нас с Казахстаном фактически туристически это первые контакты. Мы планируем, что некоторые из этих операторов, возможно, смогут в будущем отправить хотя бы первые группы на Ямалы. На самом деле, не так далеко ехать от того же Петропавловска, да и из Астаны достаточно близко, с пересадкой в Москву, можно оказаться в жемчужине российской Арктики и Ямал-Ненецком автономном округе. Вы там сможете получить гастрономическое удовольствие, попробовать оленину, рыбу нашу строганину, ягоду, да, то есть нашу национальную кухню. Вы сможете видеть северное сияние. Спасибо. Спасибо. Спасибо.